Добро пожаловать в этот видеоурок. Меня зовут Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас мы разберем, что такое билдапы или по-русски говоря разгоны и как их делать. Давайте прослушаем вот такой вот трек. Как вы уже догадались, разгон у нас вот. Его слышно, плюс он подписан. Как мы его делаем? Здесь я бы выделил четыре основных момента. Первое, это то, что мы, как правило, либо зацикливаем ту мелодию, ту тему, которая у нас звучит в яме, в брейкдауне. Либо мы можем зациклить ту тему, которая звучит в дропе. Причем зацикливать даже не всегда это нужно. В данном случае у нас в яме звучали вот такие вот пэды с пианино. И дальше я просто-напросто зациклил. Точно так же с вокалом. Вокал, который у нас здесь в яме, он начинает повторяться. Плюс здесь добавляется эффект. В данном случае у нас... Вокал трансформер добавляет такой легкий эффект. В общем, у нас появляется зацикливание того, что у нас звучит в яме. Можно, как я уже сказал, сделать, чтобы у нас в билдапе, в разгоне, была не та тема, которая в яме, которая продолжается у нас. А могло бы быть, чтобы у нас, например, плавно выходила из-под фильтра та тема, которая из дропа. Давайте, например, возьмем вот эту вот басовую партию. Сейчас ее так вот поточнее подправим и подставим вот сюда. Пускай она вот здесь у нас начинается. Разумеется, чтобы она звучала хорошо, нам необходимо все это дело закрыть фильтром, и чтобы это все из-под фильтра плавно выходило. Давайте сделаем как раз вот закрытие фильтром. Я сделаю это на всей группе. Здесь у нас самим трек. И вот этот вот у нас сингл-экью будет потихоньку открываться. Тем самым звук будет постепенно нарастать. То есть можно сделать таким образом. Давайте послушаем. Резко, да? Давайте сделаем тогда вот так вот, чтобы все-таки было их как-то более-менее слышно. А во-вторых, чтобы еще как-то это все немного сгладить, добавим сюда еще вот такой вот эффект, который будет у нас делать переход от брейкдауна к билдапу. Тоже вполне себе вариант. Звучит, кстати, весьма неплохо. Можем вернуть все обратно, как оно было, и перейти к следующим пунктам. То есть мы разобрали первое. Мы берем ту тему, которая звучит либо в брейкдауне, ее продолжаем, либо начинаем сразу резко ту тему, которая у нас будет в дропе. При этом мы можем и то, и то начать зацикливать, что чаще всего и делается в разгоне и билдапе. Но не обязательно. Второе, и самое, пожалуй, простое, это, конечно же, всевозможные шумовые FX. Их можно накручивать с нуля самостоятельно. Об этом я более детально рассказываю в курсе по саунд-дизайну. Но зачастую мы берем просто готовые сэмплы, и никаких сложностей здесь не возникает. Вот такой вот sweep-up или rise-up, как они еще называться могут. Или просто riser. Все, здесь элементарно. Есть, так скажем, отональные rise-up, а есть тональные. Иногда, если вы встречаете тональные rise-up, там подписана тональность, в которой этот rise-up сделан. Поэтому там нужно быть внимательным и ориентироваться на слух, ну и, конечно, на ту тональность, в которой этот rise-up сделан. Дальше это snare. Snare roll, либо clap roll. Здесь вообще все элементарно просто. Мы берем либо clap, либо snare. Если вы пишете транс-музыку, особенно uplifting, транс, там может быть вообще kick roll. То есть мы делаем подобную штуку с бочкой. И здесь я взял quick-sampler, закинул сюда обычный clap. И вот так вот мы его расставили. Сначала у нас идет этот самый clap. Давайте покажу. Так вот, чтобы прям визуально было. Сначала он идет каждую одну четвертую, каждую одну четвертую. Потом он начинает у нас постепенно ускоряться до каждой одной восьмой, и потом доходит до каждой шестнадцатой, по шестнадцатым долям. До тридцать вторых мельчить уже не стоит, это слишком мелко. Иногда можно попытаться как-то там триолями это сделать, в общем, такие чуть более нестандартные ритмические рисунки. Но в классическом варианте сначала четвертые доли, потом восьмушки, потом шестнашки. Давайте прослушаем, как это звучит. Все элементарно просто. Также у нас есть возможные готовые снейролы, которые вы можете найти также в сэмпл паках. Фактически тут все то же самое, но только они как бы уже готовые, как такие лупы. И на них еще можно тоже вешать всякие эффекты, наподобие вот как на вокале. Помните, у нас там был вот этот вот вокал трансформер. Мы можем там с питчем баловаться, можем их тоже фильтром открывать-закрывать, с резонансом баловаться. В общем, много всяких фишек можно делать. Друзья, вы давно просили и мы это сделали. Самое выгодное предложение с огромной скидкой в 90%. Новый пожизненный доступ навсегда и без дополнительных платежей. Вы можете проходить обучение с любого компьютера, планшета или мобильного устройства, обучаться онлайн или скачать на компьютер весь архив наших курсов и материалов. Что сюда входит? Более 90 видеокурсов, консультации по скайп с преподавателями, разборы ваших музыкальных работ, техподдержка 24 на 7 по любому вопросу, а также более 100 коммерческих ремейков и темплейтов, популярные инструменты и плагины, пресеты и сэмплы. И все это с огромной скидкой в 90%. Выбирайте свой секвенсор и получите доступ уже сегодня. Не откладывайте обучение на потом, действуйте прямо сейчас. Как мы слышим, здесь он как раз выходит из-под фильтра. Здесь даже, насколько я слышу, есть какой-то резонанс. И вот в конце опять уходит под фильтр. Здесь ритмический рисунок разный, но он как бы в принципе звучит норм. Я имею в виду, что ритмический рисунок здесь и здесь чуть отличается, но в целом они звучат гармонично. Я же рекомендую, если вы начинающий, особенно так сильно не экспериментировать и выбирать сней роллы с одинаковым ритмическим рисунком, иначе у вас будет все несинхронно и может звучать не очень прикольно. Также здесь у нас начало этого билдапа обозначается таким импактом, еще могут называться они эксплоуды, от слова взрыв в переводе, то есть такие низкочастотные бум. Иногда бывает это еще саб-дропы, особенно если вы пользуетесь кашемировскими библиотеками сэмплов, там у него такие прям звуки, они в общем-то называются саб-дропы. Тоже можете их поискать. И последний, четвертый пункт – это предроп. Предроп, он обычно длительностью всего один такт, всего один такт, и он нужен для того, чтобы выждать такую паузу между всем этим разгоном и дропом. Почему это важно? Потому что если вы этого не сделаете, то у вас будет громкий-громкий билдап, и потом дроп, когда будет звучать, он на фоне этого громкого билдапа будет казаться стрёмным, тихим, короче, он не будет мощным, он не будет взрывать. Поэтому вот эта вот пауза, она такая, затишье, и пух, пошло, пошла жара. Разумеется, в начало дропа мы ставим всякие фиксы и так далее. А сюда мы обычно ставим что? Мы сюда можем также поставить какой-нибудь импакт. Вот, кстати, он очень похож на саб-дроп, о котором я говорил, а-ля как у Кашемира, но здесь они называются импакты. И фил. Фил – это сбивка. Я рекомендую сбивки брать готовые. Их, опять же, огромное количество в сэмпл-паках. И вы можете сбивки просто-напросто смешивать друг с другом. Например, вы можете первую часть взять из одной сбивки, а вторую из другой. Но только тоже очень аккуратно, потому что может получиться так, что у вас они будут совсем разные, и получится каша. Делать их с нуля я не вижу в этом большого смысла. Это достаточно, ну, скажем так, затратно по времени. И если только очень вам хочется, тогда можно заморочиться. Но я стараюсь писать треки достаточно быстро, не сильно там заморачиваясь, что и вам рекомендую. И я беру готовые сбивки, которые уже звучат хорошо. И, опять же, по причине того, что сэмплов огромное количество, их можно между собой смешивать. То есть вы можете, повторюсь, смешать две каких-то сбивки. То у вас получится что-то действительно уникальное. Плюс никто не мешает вам какие-то эффекты добавить. Все, вот так вот это работает. Давайте еще раз подытожим. Первый пункт, первый шаг. Мы берем то, что у нас есть в дропе, либо в яме, какую-то основную тему, которая там звучит. И либо ее зацикливаем, как вот здесь, либо можем прям целиком ее взять. И будет у нас плавно она, допустим, из-под фильтра выходить, выходить, чтобы создавать вот эту интригу. Второе. Мы, конечно же, добавляем всевозможные свипапы, райзапы. Их можно сделать самостоятельно. Их иногда я делаю сам. Это мне лично нравится. Но в данном случае я тоже взял готовый сэмпл. Также добавляем сней роллы, клэп роллы, либо кик роллы на выбор. Также можем добавить всякие импакты и так далее. И, конечно же, обязательно делаем предроп. Для того, чтобы был такой прям классный эффект. И сюда вставляем какую-то сбивочку. И здесь мы либо вставляем вокал, какую-то ключевую фразу. У вас трек называется I love you. На протяжении всего трека что-то там поет вокалистка. И вот здесь вы прям вот это I love you, вот эту ключевую хук, ключевую фразу, она хук называется, как правило, вы ее вставляете. Либо здесь может быть какая-то жесткая сбивка, если это прям конкретный EDM. Либо сюда можно вставить какую-то мелодию, такие, знаете, три нотки. И пошла жара. Так что обычно вот такое. Значит, у нас есть на выбор такое дело. И, пожалуй, все. Единственное, наверное, что я хочу сказать, это то, что важная ошибка, которую допускают почти все. Ошибка заключается в следующем. Когда многие, кто обучается или, правильно сказать, приходят на обучение, делают очень-очень громкий билдап. Ну, то есть такое, что он прям условно у вас там на минус 5 децибел звучит. А дроп у вас начинает звучать, условно говоря, на минус 8. И вы понимаете, что дроп, он на фоне билдапа кажется совершенно невзрывным. Гораздо правильнее было бы, чтобы у вас билдап был тише, чем дроп. То есть он был бы, например, минус 11 децибел, а у вас дроп там минус 8, например, или минус 7. И тогда дроп будет казаться мощным и взрывным. Отчасти для этого делается как раз-таки у нас вот этот вот предроп, о котором я рассказывал. Но есть еще одна маленькая фишка. Это автоматизация ручки громкости. Мы не вот эту ручку громкости автоматизируем. Ее мы не трогаем. Я сейчас ее понизил только для записи урока. Мы вешаем плагин под названием Gain, встроенный, его ставим перед цепочкой обработки, которая у нас на мастере. И мы вот так вот автоматизацией плавно уменьшаем громкость вот этого вот трека целиком. И у вас, когда начинается дроп, тогда возвращается все в исходное положение. И за счет этого у вас просто-напросто дроп будет достаточно взрывным и мощным. В то время как, если этого не сделать, то велика вероятность, что у вас разгон будет громче, чем дроп. Так что вот автоматизацию обязательно делайте. Буквально на 2-3 дБ, чтобы сильно прям такой разницы не было. Можно там 4 дБ максимум. И за счет этого у вас появится контраст, которого раньше у вас возможно не было. Так что такую фишку тоже применяйте. На этом все. Вот так вот создаются разгоны. Очень легко и быстро. Но они очень важны, потому что особенно в такой более жесткой электронной танцевальной музыке они, конечно, решают. Они очень-очень важны. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Следите за следующими моими видео. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok